Мы с вами изучаем книгу Аввакума, но в этом учебнике и книги Михея и Наума, но мы изучаем Аввакума. Мы сейчас провели обзор уже второй главы. Значит, книга построена примерно так. Мне нужны два человека, Давид и Андрей. Можете помочь мне? Вы будете в роли главных героев. Я буду Аввакумом, да? Значит, Аввакум, начинается книга с того, что Аввакум видит очень много беззаконий. Очень много беззаконий в народе. И Бог говорит, да коли я буду взывать к тебе, Бог, и ты не отвечаешь, почему допускаешь столько несправедливости, столько коррупции в стране, я вижу. Суд не имеет никакой силы, уже нет праведного суда. Злые люди имеют столько силы, и никто ничего не может делать. Это в народе, в израильском. И он спрашивает, сколько можно это посмотреть? И Бог отвечает ему. Говорит, да, я сделаю. И сделаю такое, в твои дни ты увидишь это. Сделаю такое, что не поверишь. Потому что под нему народ, халдеев, да? Халдеев, под нему народ. Народ придет и накажет их. И говорит, как этот народ. Этот народ уже наказывает очень многих. Отписывает этот народ, как он это делает. Всадники по всей широте земли ходят, покоряют народы много. Но тогда Вакум, когда услышал такой ответ, не понравился ему такой ответ. Говорит, а как может нечестивый идти против того, который праведнее его? А, значит, этот кем становится сразу? Это смотрите, как мы с вами думаем. Мы с вами думаем. Не, 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 не надо такое. Он просил наказания, вмешательства Бога. Он просил вмешательства Бога. И вдруг говорит, нет, 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 не надо. Такое вмешательство не подходит. Как нечестивый может наказать того, который праведнее его? Но там уже Бог отвечает, что он возьмется из-за нечестивого. Говорит, нечестивый сейчас халдеи. Это халдеи, да? Халдеи, они продолжают, они делают. Они в расцвете сил. И они покоряют народы. Но они не ожидают, что внезапно поднимется... Кто поднимется? Может еще кто-то... И, кстати, мы с вами знаем, кто поднялся против Вавиланя. Против халдеи. Не добили перси. Не добили перси. Так, говорю, он поднимется против них. И он поднимется внезапно. Не ожидают этого. Он поднимется внезапно, и они накажут их. Потом медовый персов, другие наказали, да? И говорят, все, что... Эти грабили у себя дома. Они грабили свой народ. Думая, что таким образом построят, будут жить на этом, оставят наследство своим детям, оставляют наследство своим детям. Что они оставляют наследство? Ваю. Грабеж. Вавилон. Вавилон оставляют, да? Вавилон. Вавилон берет и на крови будет строить... А эти на чем? На неправде? На крови они тоже строили. Неправда они строили свои дома. Теперь эти дома все сгорят. Да ты тушу. Потому что Вавилон заберет это. Вавилон заберет это. Но потом... Дальше что произойдет? Вавилон будет строить крепости, дома и так далее. Что произойдет с ними? Тоже не ваши телефоны, тоже мы есть. Медоперсы, да? Идут медоперсы. Заберут. И во всем этом что видим? Бог безразличен к тому, что происходит в стране? К тому, что происходит в народе? Нет. Нет, Бог не безразличен. Бог отвечает. Нам кажется, что Бог не отвечает на зло. Бог отвечает на зло. Но посреди всего этого есть один стих. Мы пока что не видим праведного здесь. Праведный пока что страдает. Праведный здесь страдает. В народе израильском. И этими возмущался Абаком, что нет праведного суда. Праведный страдает. Но Бог говорит, что праведную веру уже будет. И нам предстоит еще увидеть, как праведную власть. Среди всего этого праведный будет верой уже. Видите, это цикл. Цикл, по которому идет история. Вот так. Один, как нечестивец, наказывает другого нечестивца. Бог поднимает другого нечестивца для этого. И так далее. Весь ход истории так. Поэтому и написано, напрасно трудятся народы для огня. Один строит, другой уничтожает. Грабит, берет, чтобы строить. Другой народ берет, чтобы обрабатывать. Но там есть контраст. Сразу после этого стиха. Другой стих что говорит? А ну посмотри. Напрасно трудятся. Но земля наполнится познанием славы. Земля наполнится познанием славы. И праведной верой уже будет. А вера от слышания Слова Божьего. Вера от слышания Слова Божьего. Да поможет нам Господь познавать это Слово, чтобы мы смогли жить. Посреди всего этого. Мы живем посреди всего этого. Мы видим, как все разрушается. Одни строят. Разрушаются, строят, разрушаются. Вот мы живем в таком мире, если раньше вроде бы было более стабильно. Сейчас так быстро все меняется. И так много разрушается вокруг. Как жить в такое время? Вера мы можем жить. Правильной верой будет жить в это время. Нам предстоит изучать дальше. И третью грамму. Спасибо. 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 Спасибо.